Какие сумки носить в 2022 году? Для того, чтобы быть в тренде, не обязательно покупать самую дорогую позицию из всех доступных. Это не пятна. Это ее опыт и ее история. Сейчас вы будете наблюдать над тем, как я попадаю на двушку евро. Бочонки таких брендов, как Шанель, они на пике популярности уже не один сезон. Вот эти вот Дисквайры, Блинсьяга, Оффлайт, это все трендовая вещь одного сезона. В смысле выбросить сумку Диору? Смогу не просто вернуть свои деньги, а даже заработать. Просто нужно было бы дождать 15 лет. Всем привет, вы на канале Быть Гоцей. Привет всем, кому я много ржу. Вы уже видели мою коллекцию сумок Армес. Если вы не видели, обязательно посмотрите. Вы видели мою коллекцию сумок Шанель, который, кстати, в этом году, ну, просто катастрофически поднял цены. И я смотрю на свои сумки и думаю, о боже, неужели эту сумку я купила всего за 2 500? Сейчас 2 500 звучит как всего за 2 500. Удивительно. Но в мире существует очень большое количество других классных брендов, которые делают классные сумки. Сегодня мы поговорим, какие сумки носить в 2022 году. А какие нужно выбросить через окно, но выбрасывать мы ничего не будем, потому что... Не надо, блин, Мартина уже стала под моим 14 этажом и стоит уже, ловит мои сумки. Значит, я вам так скажу. Нет, это неправда. Я предложила просто для эффекта выпустить одну Диору. Некоторые из этих сумок я купила практически в первый год, когда жила в Нью-Йорке. И то есть им буквально всего лишь практически 20 лет. И, по моему мнению, они снова в тренде, поэтому сумки выбрасывать через окно не стоит. Мода и тренды весьма цикличны. Вы всегда можете отложить, приобрести что-то другое, а потом вернуться к хорошо забытому старому. На самом деле это мое любимое, поэтому я люблю винтаж, потому что он вообще вне времени. Что в 2022 году потеряла свою актуальность? По всем сводкам, фэшн-показам мы не можем найти ни одного рюкзака. Рюкзаки в этом сезоне потеряли свою актуальность. Точно так же, как и поясные сумки. Так что давайте их отложим и носить в ближайший год не будем. Ну, только если сильно хочется. У меня есть просто один Шанель рюкзак невыголенный. Я до сих пор его не выглядела. Но выглядело в 2023 году. А может продам как новый, кстати. По нынешним ценам просто. Кстати, вот видите, оказывается, все-таки сумки Шанель, они таки были инвестицией. Свою сумку в среднего размера или мини-размера, которую я брала за 2500, и сейчас ее цена ближе к 8000, я смогу не просто вернуть свои деньги, а даже заработать. Просто нужно было бы дождать 15 лет. Всего-навсего. Также сумки Тоут сейчас не в тренде, им на смену приходят большие объемные сумки. Как, например, вот эта сумка Том Форд, которую я купила очень давно. Мне казалось, что она очень дорогая. Я ее покупала в Нью-Йорке, стоила она 5600 долларов. И самое интересное, то, что я вижу сейчас в Инстаграме, среди модниц и инфлюенсеров, и трендсеттеров, как они носят такие большие объемные сумки, девчонки делают вот так. Да, это не обязательно должна быть Биркинс. Биркинс тоже смотрится не менее эффектно, но вот сумки носят вот таким вот образом. Вы замечали, наверное, да? Напишите в комментариях, если вы видели уже этот тренд в Инстаграме. И как-то еще даже складывают. Мне, конечно, жалко немножко этот Том Форд складывать. У меня для этого была где-то старая Гуча, ну ладно. Вот эта Прада, это именно та Прада, которую я купила в Нью-Йорке. Мне очень нравится, что у нее кожа поменяла цвет. Я считаю, что это не пятна. Это ее опыт и ее история. Она со мной облетала полмира. Чем она мне нравилась? Купила я ее в Аутлет-городке. Причем даже тогда она была уже не свежечек, скажем так. И она, в принципе, тоже большая объемная сумка. Она мне нравилась тем, что я могла ее носить так. В нее, не знаю, если камера передает ее размер, но сюда можно поместить модельный бук. Раньше мы ходили с такими большими буками. Сейчас все клиенты получают фотографии модели по почте до того, как она пришла. Все ее композитки уже в этом нет смысла. Но раньше мы носили буки, и в нее можно было запихнуть. И вот так вот во время путешествий я ее надевала через плечо. С ней связано столько воспоминаний, что у меня никогда рука не поднимется ее выбросить или продать. Поговорим еще о формах, которые будут актуальны в 2022 году. Это плетеные сумки, сумки с бахромой. Это сумки с замочком поцелуйчик. Это круглые сумки. К сожалению, у меня нет ни одного экземпляра вам показать, поэтому я обязательно выведу на экран картинку. Это сумки-бочонки, которых у меня есть две. И я нашла несколько очень классных альтернатив в мидл-сегменте. Вам может пригодиться. Теперь пройдемся по каждому пункту. Самая неожиданная сумка здесь, в этой комнате, это сумка Ойша. Но она плетеная. Я то, что нашла у себя в шкафу для реквизита, для того, чтобы показать. Конечно же, в этом сезоне можно найти много других разных. Эту сумку я покупала в прошлом году перед поездкой с детьми в Турцию. Осталась сумкой очень довольна. Кроме того, что она, когда много туда кладешь, шлепанцы, фрукты, она немножко натирает плечо. Но, тем не менее, сумка очень прикольная. В этом сезоне эти сумки не обязательно должны быть пляжные. Это хороший городской вариант. Вы можете ее надеть с сарафаном, с джинсами, под казаки. Прям вот просто не стесняясь. Она не должна быть обязательно такой огромной, как моя. Я просто решила вам показать пример, что у меня есть. Сумки, замочком, поцелуйчиком. Если вы помните из детства вот эти вот милые кошелечки, с которыми мы ходили, то в этом сезоне именно вот такой вот формы замок, вот он так и называется, замочек-поцелуйчик, будет крайне актуален. Этот клатч я взяла у Мартины. Он всегда у нее вызывает очень много положительных комментариев. И все спрашивают, где она его купила. А купила она его где-то... А, Утерк, точно, ее любимый бренд. Этот клатч Мартина может носить как клатч, либо как сумку. Если ты не знала, вдруг Мартина, то ты можешь. Классно, что в этой сумке столько цветов, и она может подойти практически подо все, под любой лук. Ну, и ее стоимость 100 долларов. Мне идет? Ну, вот такую вот сумку я бы не надевала кроссбади, несмотря на то, что у нее длинная цепочка. Вот, я бы ее носила на одно плечо. И она отличный и дневной, и вечерний вариант. Ну, а главное, конечно же, благодаря тому, что у нее замочек-поцелуйчик, она в тренде. И сумки-бочонки. Во многих брендах они есть каждый сезон. Я покажу свою Hermes. Покупала ее достаточно давно, наверное, лет 5-6. Они выпускают их периодически в разных цветах. В ней есть внутренний мешок, который затягивается для того, чтобы у вас там чьи-то блудливые ручки не шарились по внутренностям. Вот, они бывают в сером. Но я для себя выбрала классический оранжевый. И он мне нравится. Ношу его и в городе, и на пляже. Тут, кстати, есть несколько вариантов, как его носить. Можно на длинную, можно на короткую. Кстати, Hermes славится тем, что делают сумки-трансформеры, которые могут перевоплощаться. Ну и, конечно же, актуальная форма бочонок. Также в этом году в коллекции Michael Kors есть очень крутые кожаные бочонки. Обратите на них обязательно внимание. Michael Kors – это американский бренд. Он как раз middle-сегмент и делает достаточно высококачественные аксессуары из кожи. Ну и вторая моя сумка бочонок – это Saint Laurent. Ей, наверное, лет 8. Которую я тоже покупала. Солома – это вот вообще не про пляж. Можете об этом не думать. Это классный городской вариант. Здесь также есть внутренний мешок. Единственный ее минус – с ней практически невозможно путешествовать. Я пробовала, накладывала в нее, но она немного деформировалась. Поэтому чаще всего она у меня просто стоит на полке. Также два варианта, как ее носить. Можно на плече. Можно как лукошко. Прицепите мне красную шапочку. Когда 8 лет назад я покупала эту сумку, в коллекции также были струящиеся платья в принт, в цветочек и казаки под них. Этой весной все точно так же вернется в нашу жизнь, поэтому начищайте казаки с зимы или что? Бочонки таких брендов, как Шанель, они на пике популярности уже не один сезон. Просто несколько лет это была достаточно эксклюзивная вещь. Очень сложно было найти. Все модницы очень хотели. В этом году они подняли цены и, соответственно, нашли больше бочоночков. Все очень логично. Но лично мое ощущение, что для того, чтобы быть в тренде, не обязательно покупать самую дорогую позицию из всех доступных. Все, что касается винтажа, здесь нет какого-то влияния тренда. Возможно, квадратные сумки, саквояжи в этом сезоне не в тренде. Но если это 80-е, она может быть актуальна. Но это, знаете, как почерк. Это как ваша визитная карточка и уникальная вещь, которая дополняет ваш образ. Тогда мы не можем здесь говорить о трендах или нет. Вот для примера, здесь вот есть три сумки, которые вне зависимости от всех трендов, которые идут, я бы продолжала носить. Это вот такой вот саквояжик. 83-го года рождения. Как Мартина. Значит, сумке 38 лет. Как Мартина? Мартина, ты где-то в ресторане не вернула номерок? Ты гонишь? А как тебе отдали вещь? Надеюсь, ты в Соболе ушла? Меня обычно, когда спрашивают в салонах красоты, в клиниках, когда у них нет номерочков, они так открывают шкаф и говорят, какая ваша? Я всегда говорю, да понятное дело, вот это Соболь мой. И всегда начинаю так, ну они реально снимают его с плечиков, а я всегда начинаю смеяться и говорю, блин, где я и где Соболь? После этого вот эта вот сумка фантастическая Бали, это тоже бренд с крутой историей, ему много лет, и эту сумку Мартина купила на Киев Несс. Были мы вместе, но как бы кто в телефоне стоял, смотрел, читал сообщения, тот пропустил эту сумку, я от нее тоже не отказалась в свою коллекцию. Выдержанная форма всегда будет актуальна, вот прям вот в этом случае, ну я бы ее даже отнесла к миниатюрным сумкам. То есть, в принципе, она как будто бы предполагает больше размер, да, напоминает отдаленно какие-то модели Louis Vuitton, вот их, но они все немного больше. А это как будто бы я бы отнесла ее к актуальным в этом сезоне мини-сумкам. Она мне очень нравится, правда, и все ее вот эти вот царапины и потертости, это прям то, что я люблю винтаже. Спасибо, что ты ее не реставрировала, ты умница. А плечевого ремня к ней нет? Есть. Шикарно. Мартина, тут еще один номерок, шучу. Эта сумка стоила 70 евро. Короче, все, что тут дорогое по 5 тысяч, это твои сумки, а все, что 100 евро и меньше, это маги. Ну вот под тренч весной я бы носила ее даже на плечевом ремне. А под костюм, если под брючный костюм, то я бы носила ее исключительно в руке. Всегда играйтесь, смотрите, как образ смотрится более выигрышным. Ты вот эксперт по сумкам. Вот что ты думаешь по поводу этой сумки Диор? Ну, во-первых, это моя сумка. Вот я голосую за то, что ее нужно выбросить. В смысле выбросить сумку Диор? Вот я этого не понимаю. Продать, продать. Продать в комиссионке. Так, хорошо, у нас тут намечается голосование. Я вообще не поняла, с какого, с чего вдруг у нас тут голосование по моей сумке Диор. Значит, история появления этой сумки. У меня есть четкое правило для себя, я ограничиваю свое местонахождение в инстаграме, потому что он влияет на меня дурным образом. Я начинаю терять себя и, в общем, путаюсь. Когда-то я отступила, да, прошлой весной я отступила от этого. И когда ты насмотришься на вот этих вот трендсеттеров, тебе кажется, что тебе нужно пойти в Диор и тоже купить такую сумку. В общем, пошла я в Диор, тоже выбрала, как все. И в итоге носила я ее исключительно в перелетах. Во время перелетов она действительно удобная. Минус таких тканевых сумок, то что они быстро пачкаются, их нужно называть химчистку. Также эта модель есть в коже, но у них есть свой минус. У них не такое жесткое дно, и они начинают проседать под объемом, если вы вот много туда всего положили. Так вот, повод для голосования. Продавать эту сумку в комиссионке или все-таки оставлять ее в коллекции? Я приехала в Макс Рояль, вышла на пляж и насчитала 24 сумки. Всех цветов. Именно эта модель. То есть была или сумка, которую вы дали тебе в отеле, адекватные люди, как я. Приехала с этой, но ходила с отельной. Прятала, мне было стыдно выйти с ней. О боже, я понимаю твою боль. Я иногда то же самое испытываю с Биркиным. Выхожу в ресторан, и там, значит, за каждым столиком. Ну, слушай, вопрос Турции. Я не хочу здесь сейчас затрагивать и никого обижать, но действительно на турецких рынках и в этих магазинах, которые недалеко от отелей, количество этих сумок зашкаливает. Я просто вообще говорю, что, конечно, когда начинается большое количество поделок, вот поэтому мне нравится что-то редкое, эксклюзивное от РМЕС, потому что китайцы делают в основном то, что хорошо продается. По моему мнению, действительно, эта модель опошлили за суперкороткий срок. И, наверное, здесь есть какой-то даже прокол бренда или вот инфлюенсеров. Мартина, хочешь, чтобы я это сказала? Она ненавидит плетеную квадратную ботега. Вот она ее ненавидит, вот просто ненавидит. Несмотря на то, что сама ходит с плетеной, но не квадратной. Ну ладно. Это не такая, это из ленты. Хорошо. А то из кожи, да? Из кожи. Я к ним совершенно нормально отношусь. Вот к этим ботега они не вызывают у меня ни горя, ни радости. Вот совершенно ровно. Потому что я просмотрела клатчи ботега, пельмени. Знаю, сейчас поднимут штурм все, кто не любит хлебобулочные изделия. Но вот эти вот пельмени, пирожочки ботега, они по-прежнему в тренде. В этом году они выпустили светло-бежевый ящер, выпустили красивые зеленые, голубые оттенки. И, как по мне, это одна из самых универсальных сумок, которые есть в моей коллекции. Когда мне под образ не подходит ни одна Келли, Биркин, либо какая-нибудь сумка Шанель, тогда я какая-нибудь. Так непрежно. Тогда вот всегда выручают пельмень, пирожок. Самый странный для меня тренд – это странные сумки. Но они в тренде в этом году. Сейчас я сделаю обзор странных сумок и буду видеть их впервые, как и вы. Реквизит в студию. Так, это очень странная сумка. Впихнуть не впихнуть. Хуй моя, сочетать не сочетаемая. Здесь клетка, блески и жемчуг. На секундочку, еще два бантика по бокам. Ну, то есть, это просто очень странная сумка, но эта сумка будет в тренде. Слушай, она даже хорошо смотрится. Она раскрывается, как пицца. Симон Роша. А, прекрасно. Эту сумку подарила мне Катя Сильченко. И когда я хотела эти бантики отпороть, она сказала, ты что, это же вообще супер фэшн. И запретила мне отпороть эти бантики. Кате Сильченко мы доверяем. Пока Мартина достает следующую сумку, я хочу сказать, что в этом году в тренде неон. Если у вас есть неоновая сумка, она может быть пластиковая, может быть кожаная и также может быть акриловая. Это что-то очень странное, ладно. О боже, как это круто, Мартина, это реально в тренде. Я тебе говорю, там как раз были в этом году на подиуме бутылки, киты какие-то, поилочки детские в виде сумок. И они были, это очень уматывая конфета. Правда. Это бренд Кейт Спейт, и это американский бренд как раз Миддл Прайс. Какая прелесть! Очень мне нравится. Лет 10 назад были очень популярны сумки в стразы, в виде там, не знаю, матрешек, котиков, собачек. Это все будет актуально в этом сезоне. Такую сумку вот брать на вечер, на день не знаю, не уверена. Я бы надела ее прям с черным костюмом классическим и вот прям конфету в руку. И неоновая, и пластиковая, и странная, это максимальный тренд просто. Ну вот единственное, чтобы я точно не возвращала из хорошо пробытого старого, это сумки-книги. Они у меня вызывают вот самое большое негодование, что их возвращать нельзя, никогда. Если мода циклична, то этот цикл надо навсегда вычеркнуть из жизни. Какое-то время назад я получила предложение сделать такую книгу, что мне ее сделают в подарок с какой-то обложкой моего журнала. Ну то есть я буду носить сумку-книгу, на которой я буду еще и мое лицо. Для меня это было... Там ответ мой был, типа, в смысле? Ну типа, мне кажется, это просто полный абсурд, знаете? Но это как все равно, что выбить сейчас татуировку Тамерлана или Спартака, блин, на руку. Ну как это носить книгу со своим изображением? А у тебя когда-то была книга? На самом деле я просто долгое время занималась этими сумками-книгами, когда жила в Нью-Йорке. И Шарлотта Олимпия тогда выходила на пик, она делала сумки, банки круглые с черной икры, сумки в виде диска, сумки в виде книг. И я взяла у нее представительство в Украину и здесь их продавала вот в разные шоу-румы. И у меня, видно, такая передозировка случилась, что когда меня вот мучили, там, понятное дело, все хотели книгу круглую, банку с черной икрой. Блин, я уже на эту кавер просто не могла смотреть, а Шарлотта, она не понимала, какого хрена все хотят банку с черной икрой. Но она же не понимала, что это у нас залог роскоши, обеспеченной жизни. И когда ты идешь с сумкой, банкой черной икры, это типа круто. Вот и у меня, видимо, случился вот этот вот, ну, профдеформация, что ли, меня отталкивает от них. Много книг не продалось, и все они сели у меня в коллекции, долгое время стояли у меня в шкафу. И тут меня, да, тошнить от них еще больше начало. И после этого я их все удачно, благодаря киевской комиссионке, они нашли свою вторую жизнь, там, даже не по закупочной цене. Ну, для меня это странная сумка, может, для кого-то она не странная, но для меня странная. Мне ее подарили, я выходила с ней несколько раз на вечер, она удобна выходить на вечер. Напишите в комментариях, это странная сумка или нет. Вот такие вот сумки без логотипа, без опознавательных знаков, они лучше всего сочетаются с вечерней одеждой, либо когда вы не хотите расставлять какие-то определенные акценты. Ну, несмотря на перья, перья тоже акцент. Но с обычным шелковым черным платьем в пол, эта сумка всегда смотрится очень классно, сказала я. В своих мыслях надеваю ее много раз, но по факту надевала ее раза, может, два. Давай, глаз народа, я готова. Давай. Эрмес или Шанель? Эрмес. Селин или Прада? Прада. Прада или Бочи? Прада. Прада или Пайкзи? Прада. Прада или Неумил? Неумил, вторая линия Прада. Прада или Боттега? Боттега. Боттега или Синий? Боттега. Боттега или Диор? Боттега. Смотрите, когда я говорю Боттега, я подразумеваю, конечно же, те модели, которые нравятся мне. Они, ну, не весь бренд. Болентиага или Джимичу? Ни то, ни другое. Твой топ-3 сумок, если не Эрмес и не Шанель? Мидл – это Майкл Корс. Серьезно? Я в Америке накупила, я ни одну не носила, себе маме отдала, потому что мне кажется, стыдно ходить с Майкл Корс. Нет. Ну, типа, с Коуч меньше стыдно, чем с Майкл Корс. Попасть на показ Коуч никто из моделей не хочет, потому что гонорар Майкл Корс, и когда ты ходишь с топ-моделями, действительно, у него на показах работают исключительно топ-топ-модели, ну, знаете, это first cabin, это когда сливки. И действительно, там очень серьезный кастинг, практически как на Виктория Секрет. И ценится в Америке среди других клиентов, уважаемых брендов, что если ты поработал у Майкл Корс, несмотря на то, что бренд middle segment и достаточно коммерческий, все равно очень уважается. Вот эти вот Disquared, Balenciaga, Off-White – это все трендовая вещь одного сезона. Имейте в виду, что вы заплатите 2-3 тысячи за сумку, там, с надписью Off-White, там, Balenciaga, но это не останется в вашем гардеробе на длительное количество времени. Я все равно человек рациональный. Несмотря на то, что я дохрена денег трачу на Hermes, но я, по крайней мере, покупаю вещи, которые будут всегда актуальны. Вот, поэтому для меня вот покупка таких супертрендовых вещей всегда, ну, для меня лично неинтересна мне. А Ловитон сумки и Барбри? Вот, Ловитон мне очень нравится, но почему-то у меня нет ни одной сумки Ловитон. Мне очень нравится их бочонок, я бы его взяла, мне очень нравится их сумка, знаете, как этот военный мешок такой, который затягивается, особенно что-то из старого, из винтажа, когда уже кожа приобрела определенный оттенок, так сказать, загорела. Вот, но в моей коллекции у меня было несколько дорожных сумок Ловитон, но куда-то они делись, я не знаю. Мне кажется, я иногда просто в отелях забываю сумки, я просто не понимаю. Вот я сегодня готовилась к съемке, и есть сумки, которые я 100% не продавала, но их 100% нет здесь. Вот куда они могли деться? У меня была Джеки Гуччи, я ее очень любила, и сегодня я хотела ее показать, что это единственная сумка Гуччи, которая мне нравится. И они ее перевыпустили, и я считаю, что она просто должна быть в гардеробе у каждой модницы, просто ее не обязательно сейчас носить. Сейчас вот ее должны еще относить те, кто еще донашивает, вот кто купил этот обновленную версию, и потом через время можно доставать и прям наслаждаться этой моделью. Если вы меня спросите, какую сумку купить до 2000 евро, я вам скажу, берите Пуш, не ошибетесь. Это ботегови нет. Ну, правда, вот, я просто, нет у меня другой сумки, которую я носила бы так же, если я поделю по своей вообще любимой привычке все количество выходов вот этого пельменя на его стоимость, то я отбила ее полностью, уже сносила в ноль. То есть более функциональные сумки, я показываю ее уже не первый раз, потому что, вы не поверите, уже год-полтора прошел, а люблю я ее не меньше. Мало того, продолжаю их приобретать в других цветах. И прекрасная новость, в Hermes тоже есть сумка, которая будет служить вам не один год, всегда будет актуальна, и которая мне, откровенно, очень нравится. Это сумка Herbeck. Так, это она в маленьком размере, они бывают еще больше и совсем большие, 40 сантиметров, дорожная. Ее стоимость? 1950 евро минус такс-фри. Еще одно очень важное преимущество этой сумки, мало кто знает, но это сумка двухсторонняя. Ее можно разобрать, вывернуть и получить второй вариант. Поэтому, если вы пойдете в бутик и будете выбирать себе сумку, обязательно смотрите, какой цвет внутри. Тогда у вас будет двухсторонняя. У них очень много неожиданных комбинаций, то есть вы можете взять зимне-летнюю сумку. Этот зеленый, он однозначно актуален круглый сезон, но если захочется, вот этот вот светлый можно носить все лето. Смертельный номер сейчас прямо перед вами, я буду выворачивать эту сумку. Итак, сейчас вы будете наблюдать, как я попадаю на двушку евро. Хорошо. Тут есть такой штифт, мы его достаем. Боже, мне бы страшно. Почему? Да что ж не соберем, соберем. Мне, если честно, тоже страшно. Бардино, если мы ее обратно не соберем, у тебя будет новая сумка. Какие вопросы вообще? Так, теперь это вот сюда. Ой, Мартина, у тебя лишние детали. Вот это все должно попасть в одну дырочку. Так. Ну все, у нас уже финишная прямая, по сути. Отлично, осталось Мартине присобачить ручку. Короче, это все не так сложно. Мартина, ты бы еще кому-то доверила это делать с твоей сумкой? Теперь нужно вот это вот надеваем сюда. Закручиваем ее сюда. Ну вот вообще, чем не инвестиция? И, кстати, вот эти вот сумки очень хорошо продаются на вторичном рынке, чтобы вы знали. Мартина, я тебя поздравляю, твоя двухсторонняя сумка. Вот она. Ура! Ура! Ну замечательно же. Была зеленая, стала бежевая. Ты же поняла, да? То есть ты можешь раскрутить также этот штифт и убрать плечевую ручку и носить ее с легкостью только вот таким образом, если тебе хочется. А если тебе хочется убрать эти две и носить только на плече, то точно так же раскручиваешь штифт, убираешь эти две и оставляешь только плечевой ремень. Ну и, соответственно, сумка-трансформер. Единственное, что из нее не сделать, это клатч, но хотя, в принципе, дайте мне ее просто на один день. Ну, в общем, мы с вами опять классно поболтали, повеселились, посмеялись. Надеюсь, этот выпуск был вам интересен, полезен, а я уже готовлю следующие выпуски. Мы с вами еще обсудили не все тренды будущего года. Начнем уже скоро готовиться к весне, к лету. И для тех, кто отправил нам свои визитные карточки для шоу «Быть как Гоцей», девчонки, очень сложная ситуация сейчас с ковидом. К сожалению, болеют эксперты, болеет съемочная группа, и у нас все никак по разным обстоятельствам не получается приступить к съемкам шоу. Задержка только в этом, вы не переживайте, скоро мы стартуем. Я вас очень люблю, спасибо, что вы посмотрели эту серию. Я вас люблю, пока. Два раза люблю. Ну, потому что я сильно вас люблю. Ну, пока.